В Казанском федеральном университете прошло межрегиональное совещание, посвященное актуальным проблемам и вызовам, стоящим перед уголовной исполнительной системой России. На базе КФУ уже в течение, по сути, 8 лет проводятся мероприятия, связанные как раз с повышением квалификации сотрудников СИН. Это связано и с подготовкой имамов, которые работают на территории закрытых учреждений, в том числе и сотрудников самого СИН. Для чего все это делается? Для того, чтобы создать именно безопасную среду в самом СИНе и помочь им, может быть, принести какие-то новые идеи, принести какие-то новые мысли, для того, чтобы они реализовали на базе своего учреждения. Повесткой совещания стала возможность предоставить условия для получения высшего образования людям, находящимся в местах лишения свободы. Таким образом, у спецконтингентов СИН появится шанс интегрироваться в общество и начать новую жизнь после освобождения. Казанский университет принимает общественный совет СИН России в лице нашей комиссии буквально на следующий день после очень значимого события, произошедшего в Москве. 16 февраля в Москве президент Республики Татарстан Рустам Нургалевич Мениханов подписал вместе с министром юстиции Чуиченко, с директором СИН России, генералом-полковником Гостевым, важное соглашение не только о взаимодействии, но и об открытии строительстве изначально здесь, на территории Республики Татарстан, нового центра, в котором будут по самым высоким современным требованиям созданы условия, как для тех, которые находятся на перевоспитании, и для, ну уж не скажу комфортного их пребывания, но во всяком случае для того, чтобы сегодня Республика Татарстан могла показать, а какие, собственно, как минимум современным моделям учреждений уголовно-исполнительной системы должны быть стандарты, отвечающие в том числе международным требованиям. Совещание стало первым мероприятием в рамках реализации соглашения о сотрудничестве с Академией права Федеральной службы исполнения наказаний и другими организациями, подписанного 6 декабря 2021 года. Арианна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз.